Вот помните, в свое время была такая передача в рубрике Автостоп Дураки дороги. Дело в том, что дураков у нас очень много И я с восторгом вам представляю то же самое В программе Автостоп, но и в другой передаче Которую мы посвятили для выходов в телевизионном канале кабельного телевидения Дело в том, что у нас дураков много У нас дураки не умеют парковаться И в итоге создают большие впечатления Точнее, не большие впечатления, а большие проблемы для других водителей А вот с этими проблемами у нас умеют справляться Вот так вот То есть вы пришли, машина нет Где она? На штрафной стоянке, дорогие мои И это делается везде Вы попробуйте встать в Челябинске или Екатеринбурге А лучше в Москве Там, где стоянка запрещена И буквально через несколько минут вы свою машину не увидите А там поездки штрафстоянки денежек-то других стоят Как и километраж, как и работа эвакуатора То есть здесь 3-5 тысяч рублей, там в разы больше Искуреж и там, и здесь не нужен Везде есть замечательные места для стоянок Надо только доехать туда, а не бросать свое авто на произвол судьбы Так вот не паркуется, как вот эти товарищи Вот, так не ездят, как и ездят остальные люди Вот мы это вам еще покажем А если вы хотите узнать, как это все происходит То сейчас можно на телеканале YouTube Вписывайте Челейкин или Челейкин по-английски И все это дело смотрите Так вот, здесь тоже остановка для транспортных средств большей вместимости То есть для автобусов И опять же люди ставят И там вы платите за эвакуатор Там вы платите за все, что возможно Плюс километражи Вот, для парковки, где ваша машина будет Вам необходимо проехать будет Я еще не могу орать, потому что там еще у нас масленицы То есть понимаете, да? Вот, после этого вам необходимо съездить на советскую 160 Вернуться обратно И только после этого получить свой замечательный автомобиль-транспорт Так вот, так делать нет необходимости А гораздо проще поставить его на нормальные места И я, конечно, понимаю работников комбината Которым западло тратить на посуточную парковку 30 рублей Но в нормальных торговых центрах парковочные места-то есть Другой вариант Зачем вам необходимо каждый день возить свой зад на работу А потом обратно? И он становится очевиден Ведь проехать на маршрутке туда и обратно становится проще И я ведь это понял и в Турции, и в Индии В городе Магнитогорское движение какое-то странное Люди ставят машины вообще непонятно как, да? Естественно, у меня возникает вопрос Что с этими машинами делать? И тут появляетесь вы Наша организация, Фонд безопасности дорожного движения Осуществляет перемещение, эвакуацию данных Транспортных средств, которые нарушают правила Парковки, стоянки, остановки транспортных средств Но вдруг, если у человека возникла проблема Перетащить машину И правильно ее поднять Если машина большая И подъехать-то невозможно практически, да? Чем можно ее переместить? Ну, данные виды транспорта мы в основном эвакуируем спецтехникой Безо всяких проблем Безо всяких проблем, конечно Да, конечно, очень хочется, чтобы в раз и быстро И так, как это сделано в Москве Но там ряды эвакуаторов буквально ждут нарушителя Здесь всего их несколько Там за 6 месяцев очистили большинство косяков на улицах Здесь чуть дольше Там за нарушения люди платят в разы больше Здесь заплатят Хотя я бы штрафную стоянку оставил бы за склады Горных руд комбината Туда нет ни маршруток, ни трамваев А только так, а не иначе Нам необходимо воспитывать нормальных водителей А не то, что мы видим на дорогах города Вот так вот, пожалуйста Очень быстро ваш автомобиль увозится на штрафную стоянку Но тут-то не все так просто Штраф за эвакуатор Штраф за штрафную стоянку И еще много чего того, чего бы вы не могли сделать Если бы вы понимали, что останавливаться на месте, где парковка запрещена Вам не нужно А так, пожалуйста, левый берег в два места Субтитры сделал DimaTorzok